Тарас Буряк, организатор и идейный вдохновитель выставки «Дерево и не только», начал заниматься резьбой по дереву еще в молодости. Его наставниками была группа единомышленников, которой Тарас Александрович и примкнул позже. Закончил Университет народного искусства в Москве. Художественной резьбой мужчина занимается всю жизнь. Его работы экспонировались на выставках различного уровня. Деревянные скульптуры Тараса Александровича также находятся в фонде городского музея. На выставке в Музее народной игрушки также представлены работы авторов Сергея Козырева, Михаила Сальникова, Михаила Бутягина. Мы как бы были группой. Одно время были группой, потом работали по отдельности, опять группой, то есть вот так как-то группой единомышленников. Вот как раз Сальников и я создал, Михаил всех объединил. Сначала мы делали сувениры, это как бы у нас был основной заработок. И на это жили, а потом стали заниматься реставрацией, делать выставки. Выставка авторских работ мастеров резьбы по дереву представлена скульптурами из разных пород дерева – березы, вишни, ясеня, бука, ореха, груши. Есть даже уникальные экспонаты из рогов оленя, косули, бивня, мамонта. В отдельном уголке можно увидеть инструменты с декоративными резными рукоятками. Бутягин, один из членов группы, он придумал делать фигурки из толкушек для картошки. Почему? Потому что в Питере было где достать материал, негде. А толкушки продавались, и потом была еще такая интересная ситуация, что уже были миллионы везде, а толкушки стоили 17 копеек. И мы их покупали мешками, а бабушки кричали – больше двух не давайте в руки! На выставке порядка 112 экспонатов. Одна из интересных работ – деревянная шкатулка, у которой и замок, и ключ сделали из дерева. И все работает. Многие деревянные фигуры вырезаны по сказочным и бытовым сюжетам. Также здесь же представлены настоящие деревянные часы, гребни, доски, интерьерные украшения. Маленький музей собрал работы авторов разных лет. Выставка в Музее народной игрушки будет работать до середины сентября, без возрастных ограничений. Также увидеть экспозицию можно будет на ночь в музее 26 мая. Музей игрушки подготовил еще и интересную программу для детей и родителей. Еще одна экспозиция – это сказки русского леса. Работа также в технике резьбы по дереву, но выполненная мастерами нашего города и мастерами, особенно, скажем так, со всей России. Это в технике традиционной народной деревянной игрушки, Богородская игрушка, Архангельская игрушка, Вологодская. Также сотрудники музея подготовили мастер-классы и творческие мастерские. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.